Всем привет, дорогие друзья! В Алании стоит потрясающая погода. Сегодня 3 мая. Как вы видите, мы проезжаем сейчас мимо пляжа Клеопатри и отправляемся в сторону Аланийской Марины. Зачем мы туда едем? А едем мы туда на встречу с очень интересным человеком, с путешественником, который сейчас находится в Алании. Ну а на самом деле совершает кругосветное путешествие на своей яхте. Поэтому приглашаем вас вместе с нами. Надеюсь, что вам тоже будет интересно. Сейчас у нас просто уникальный случай. Мы встретились с Владимиром. Владимир Маратаев. Он путешествует вокруг света на своей яхте Inspiration 2. Я думаю, что Владимир нам сейчас все подробно расскажет и покажет. Сначала расскажите, пожалуйста, как вы оказались у нас в Алании? Что вас сюда привело? Здесь самый первый порт после выхода из Советского канала. И мне нужно подремонтироваться было. Я еще, правда, не закончил это сделать. Я надеюсь, что за оставшуюся неделю я все это сделаю. Продолжу путь. Мне нужно идти в Калининград. Это Балтийское море. Значит, мне нужно пройти Гибратор. Северное море, Бискальский залив, через Киевский канал, в Германии. Там уже рядом. Четыре дня я дула после Германии. Сколько лет вы уже в пути? В этом плавании я три года летом будет. Но если считать только морские переходы, то будет гораздо меньше. Много простоял в силу разных уложительных причин в портале. Ну, в каждом порту ремонтируюсь, я поставлю. Первый ли раз вы в Алании? В Алании первый раз. Но как моряк, я был в Турции много раз. Я профессиональный моряк, участвовал на пенсии. Я был в Турции. Чем вызвано желание пройти вокруг света? Как возникла такая идея? Ну, это мечта. Детство не скажу, но юность и точно. Мечта. Я парусным фортом занимаюсь уже 50 лет. Каждый солдат мечтает катать генералу. Я катаюсь или на серединах, на маленьких яхтах мечтал обойти вокруг света. И мне тут сказали, я об этом даже не знаю, что я четвертый человек из России, кто за одиночку обошел. Я уже могу сказать обошел, потому что до Меридиана Калиндела осталось совсем. Владимир, расскажите, пожалуйста, немного о своей яхте. Вы говорили, что она второй раз идет уже вокруг света. И у нее такая интересная история. Да, яхта стальная построена 40 лет назад. И примерно 10 лет назад на ней обошел на двух света немецкий яхтсмен. Тоже пенсионер. Мы с ним в хороших отношениях. Недавно выразил желание ко мне присоединиться на остаток пути до Калининграда. Но у него со временем тоже негладко. И мы пока не установили дату его приезда. Название «Вдохновение-2» он дал своей яхте по интересной причине. Он пошел вокруг света, оставалось мало от Карибского моря до Германии. И она у него утонула в Карибском море. И он приехал домой и купил другую яхту, назвал ее, не побоялся назвать, значит, «Инспирейшн-2». И обошел на нее вокруг света. Ну, я когда купил, я уже думаю, что с такой счастливой названием не надо менять. Так хожу, подкрашиваю, поржавчина на море свое дело делает. Сколько лет ей уже? 40 лет. 40 лет. Ветеран. Ну, она надежная. Я попадал в волны высотой больше, чем двухэтажный дом, почти 8 метров. Она выдерживает. Сейчас мы поднимемся на борт и посмотрим, как же у Владимира обустроен быт на яхте. Зависит от того, как сюда я получил прогноз погоды. У меня товарищ в Калининграде, експерт, он мне присылает прогнозы погоды и иногда говорит, ты в этот район не иди, а там сверни вправо, допустим. Ну, чтобы не попадать в шторм. Потому что, что такое шторм? Это беспокойное море, которое ломает яхту в сердече. Как каждая волна, какие-то микроскопические повреждения наносят, которые мы не видим. Спустя годы они могут вылезти на поверхность. А вы говорили, что у вас были переходы, где по 40 дней вы не встречали никого на своем пути. Да, это переход был из Панавского канала на Маркизские острова в Тихом океане. И где-то 40 дней, 42 дня примерно я не видел ни одного человека, ни одного парохода. А переход был спокойный? Море было спокойно? Да. В Тихом океане я шел в районе примерно экватора. Это всегда примерно спокойное море. Там редко. А со связью как? У многих, наверное, возникнет вопрос. Интернет? Как со связью? Интернета у меня нет, но у меня есть спутниковый телефон. И мой товарищ, повторюсь, присылает мне погоду на спутниковый телефон раз в три дня. И я в эти же раз в три дня отправляю ему свои координаты, где я нахожусь. Родные знают, где я нахожусь. Не волнуйтесь. Кроме того, есть прибор у меня, который даст через спутник в спасательные службы сигнал о том, что яхта утонула. Он даст сигнал без моего вмешательства. Ну, все посерьезно. Ну, давайте теперь посмотрим. Здесь сейчас на яхте у вас ремонт. Но, конечно, когда вы в море находитесь, все чисто и красиво, да? И здесь каюта. Давайте посмотрим. Висят флаги всех стран, в которых Владимир побывал. Помощник русский? Помощник, да. Да, да. Племянник. А, а вы чем занимаетесь? Здесь живете или? Живу. Карты сейчас записываю. В Алании живете? Морские карты, да. А, морские карты. Здорово. В общем, здесь все для одиночного путешествия есть, да? Классно. А как одному находиться такое количество времени, вот одному в пути? Наверное, вы передумали уже все мысли, которые можно было передумать. Нашли, наверное, все смыслы жизни, которые можно найти. Я когда уходил из Панамского канала, вот, я хотел напарника себе взять одного, а он мне, ну вот как Моцарт и Сальери, он мне ответил, что, мол, вы старые, можете погибнуть в океане, я с вами не пойду. И вот эта вот мысль в голову у меня запала, и я отдумал о смысле жизни, да, пока шел так, да, пока пересекал Тихий океан, а потом ушло это все. Ну, вам осталось совсем немного, да, как вы сказали, до Калининграда? Да, если говорить о пересечении Меридианов, то мне до Калининградского Меридиана осталось ерунда, градусов 10, наверное, примерно. Вообще, да, надо пройти Гибралтар, пройти Атлантический океан под берегом Португалии, Испании, Бискайский залив и пролив Ла-Манши, через Кирилльский канал Германии, выйти в Балтийское море, а там 3-4 дня, я думаю. А что будет потом, какие у вас планы после этого путешествия? Отдыхать, наверное, да, добираться все для нового? У меня 7 внучек, один внучок только что родился, год уже, вот, я думаю, что они меня уже не отпустят, надо быть внуком. То есть все, с семьей останетесь? Ну, я думаю, что внукам и внучкам есть что рассказать, каждый день вместо сказок какие-то истории из путешествий, да? Внуки, они все хором запросили, чтобы я им привез ракушку, чтобы можно было пекла, чтобы слышать шум моря. Я везу, но не знаю, как меня таможня там. Ну, я, правда, взял квитанцию из магазина, это шум не запрещено. Владимир, скажите, пожалуйста, ну, вот такой вот прям очень-очень банальный вопрос. Вы были, ну, в скольких странах вы были? 100 наберется? Нет, 100 не наберется, но я как-то подсчитывал, как моряк, я же профессиональный моряк, слушай, на пьесе. Я побывал, ну, где-то в странах 80, наверное, везет. И какое место на земле оставило самое такое неизгладимое впечатление? Вы знаете, я когда пришел в Аланию, я был поражен. Я был и в Сочи, и, в общем, во многих портах, я был в таких, которые запоминаются, это вот в Персидском заливе, там, значит, города. Вот, и, сам, небоскребы, там, все это такое. Да, да, да. Вот. То есть, меня, в общем-то, трудно удивить, но я был удивлен здесь, как-то здесь. А что именно удивило? Сам ландшафт? Здесь... Море. Все для людей, так сказать, все для туристов, все эти вот гостиницы, дороги, люди приветливые, и природа тихая. Вот, смотрите, там дует где-то, а здесь все время тихо. Да, дует, да. В общем, для меня самое удивительное место сейчас здесь. Здорово. Ну, тогда, после того, как вы закончите свое путешествие, приезжайте всей семьей уже на отдых в Аланию с внуками, внучками, со всеми. В общем, друзья, видите, какие потрясающие... Буквально о Владимире я узнала вчера в Фейсбуке, я увидела в одной из групп фотографий, что такой потрясающий человек у нас сейчас находится в Алане, написала, и очень рада, что Владимир согласился с нами встретить. Скажите, пожалуйста, где можно проследить, получить информацию о вашем путешествии? Есть ли какой-то сайт, страничка на Фейсбуке? Значит, надо русскими буквами набрать «Калининград-Средиземка». Средиземка, не Средиземная была, Средиземка. И там все это есть. То есть вы ведете прямо, выкладываете фотографии? Да, я присылаю своему товарищу в Калининград свои репортажи там, там каждом переходит. Он это редактирует. И потом в Фейсбуке надо набрать название «Яхты», и там тоже есть. Тоже появится информация. Поэтому обязательно ищите в интернете, в Фейсбуке, следите за путешествием Владимира. Если будут какие-то вопросы, тоже можете написать, узнать, как проходило путешествие, потому что оно так или иначе уже к концу подходит. Как вы сказали, в августе. Я надеюсь. В августе месяц уже Владимир планирует прибытие в Калининград. Средиземное море – это не лужа какая-нибудь, а серьезное море. Я надеюсь, что буду дома в море. Здорово. Ну и, конечно же, мы очень рады, что вам понравилась Алания, потому что для нас, Алания, я здесь уже живу больше 10 лет. И каждый день, как первый раз, меня тоже город удивляет, природа, красота, люди. Поэтому спасибо вам большое, что показали, рассказали. Я думаю, что мы встретились не в последний раз. На яхте я уже не уверен, что я с вами буду. Не на яхте, а в городе. Все-таки мне 70 лет. Да. А в отпуске в городе обязательно приезжайте. И вы были очень рады. Спасибо. Благодарю. Мы попрощались с Владимиром и покажу вам немножко, как выглядит Аланийская Марина. Здесь стоят яхты из разных стран. Большие, маленькие, новые, старые. Очень здесь хорошо. И, как сказал Владимир, он тоже заметил, что когда сильно дует ветер наверху, в Марине нет. Вот еще одна яхта, которая называется, например, Ёлка. С российским флагом тоже русская яхта. И когда дует сильный ветер в городе, в Марине нет ветра. И здесь очень много рыбы. Эта рыба очень-очень любит хлеб. Красивая вот такая вот у нас в Алании Марина. Поэтому, если у вас есть яхты, и так же, как Владимир сказал, очень классно, очень красиво. В общем, все яхты к нам в Алании. Именно сюда зимой пригоняют яхты, которые вы видите на набережной в Алании. Вот эти вот прогулочные яхты. И именно здесь их ремонтируют. Сейчас уже все яхты отремонтированы. И они находятся непосредственно на набережной в Алании. И сейчас будут катать туристов вокруг Алании. А зимой здесь, именно здесь, их ремонтируют. Вот там вот вдали мы видим достаточно большие яхты, крупные. Сейчас мы с Айханом выезжаем из Аланийской Марины. И отправляемся в сторону пляжа Клеопатры. И, конечно же, по дороге я покажу вам все-все самые красивые места. В Аланийскую Марину на обеденный перерыв приходят вот как раз вот эти вот прогулочные яхты, которые возят туристов и всех желающих вокруг Алании. Здесь стоянка на обед. Также можно купаться, ну и загорать. Есть какие-то маленькие также частные яхты, которые приходят сюда, потому что здесь спокойно и совершенно нет волн. Вот такая вот у нас красавица наша Алания. День сегодня потрясающий. Море голубое. Мы еще, кстати, нашли один замечательный пляж по пути сюда. Пляж находится вот там. И я думаю, что на этот пляж мы в скором будущем и поедем. Я думаю, что мы в порядке. Вот он тот пляж, друзья, про который я вам рассказывала. И, как вы видите, здесь песок, не такие сильные волны и очень живописный немноголюдный пляж. Этот пляж мы обязательно посетим в скором времени. Ну и, конечно же, открывается потрясающий вид на Аланию. А море какое бирюзовое. Просто красота. Прямо сейчас хочется окунуться. Ну а на этой прекрасной ноте, друзья, мы с вами прощаемся из нашей прекрасной Алании. И желаем вам всего самого лучшего. Ну и, конечно же, приезжайте в Аланию, в Турцию и наслаждайтесь всеми красотами этого города и страны. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok